Слёзы текут, как жалко машину, когда едешь по нашим дорогам, рассказывают жители посёлка Эглюпе. Этот населённый пункт находится на границе двух краёв – Инчуканса и Сигулды. Оба отвечают за обслуживание дорог, и каждую весну и осень дорог у посёлка нет. В Эглюпе добралась и наша съёмочная группа. Ну вот, знак Эглюпа. И началось. На первой передаче едем. Десять километров. Большой трактор тоже не гоняет. Так буквально неделю назад выглядели дороги в Эглюпе. Как только снег подтаял, на улицах посёлка появились выбоины. И смотрите, болото и лужи, в которых огромные камни. Как результат – поломки и бесконечный ремонт автомобилей, рассказывают местные жители. Летом здесь, как стиральная доска дорога. Едешь, и слёзы текут. Жалко машину. Многие жители Эглюпа перебрались в посёлок и живут здесь постоянно. Другие решили оказаться поближе к природе на время пандемии. Этой зимой у меня даже была курьёзная ситуация. Из-за того, что не был почищен снег, я не могла выехать из посёлка. В семь утра звонила во все учреждения, которые могут отвечать за чистку снега. Его почистили. Но в пять часов вечера. Сотепелью в посёлок подтянулись и другие владельцы участков. Как и зимой, обслуживает большинство дорог в населённом пункте самоправление раз в квартал. Как раз перед приездом нашей съёмочной группы в Эглюпе проехал грейдер. Дорога к Эглюпе, как и сам населённый пункт, разделён между двумя самоуправлениями. Инчуканца и Сигулды. Поэтому, когда жители посёлка решили бороться за дороги к своим домам, то обращаться пришлось сразу в два края. У нас женщина собирала подписи в прошлом году. Было собрано 350 подписей, если даже не больше. Она отсослала это всё и в Инчуканск, и в Сигулду. Пришёл ответ, что якобы дороги нормальные в категории, там, Б, Д. И это всё соответствует нормам. В доме Инчуканского края говорят, что в целом могут обслужить лишь часть улиц. По некоторым техника просто не может проехать. Все дороги там грунтовки, и жители должны понять, что весной дороги размывают, и они приходят в негодность. Это весенняя закономерность и нормальные явления. Но местные жители не готовы мириться. Самоуправление Инчуканца обещают этим летом залатать ямы на дорогах. Но плана заасфальтировать хотя бы центральные улицы, как того хотели бы жители, нет. Этот вопрос явно останется для следующего созыва Думы. Окажется ли он на повестке дня, и когда, этого я сказать не могу. Потому что это большие вложения. И сделать их придётся уже новому краю Сигулды, в который также войдёт и ныне самоуправление Инчуканца. Сейчас Эгалюпе находится на границе двух краёв, и этот пункт как бы на отшибе. Но после объединения краёв посёлок станет больше. И этот вопрос может стать приоритетным, который придётся оценить специалистам, инфраструктурой и планировщикам края. Однако выбрать новый состав самоуправления смогут не все жители Эгалюпе, так как часть из них задекларирована в других самоуправлениях. Анастасия Дьякнова, Кришен Слейт, Латвийское телевидение.